Так, хотел записать коротенький видос по поводу того, как диверсификация сыграла со мной злую шутку и почему всё-таки лучше вкладывать в меньшее количество монет, ну лично моё мнение. Конечно, если у вас депозит большой, то можно, конечно, и в большее количество, но если депозит небольшой, либо средний, скажем так, ну там допустим 100-200 долларов, ну то есть до 1000 долларов, то в принципе лучше, конечно, вкинуть в какие-то две монеты и как можно было заработать намного больше, чем просто диверсифициров, ну допустим за 20-й год даже. Так вот, если вы, допустим, пораскидывали, к примеру, 1000 долларов по монеткам, да, и соответственно, ну я не говорю, что я именно инвестировал 1000 долларов, просто как пример возьмём, то есть если вы инвестировали 1000 долларов, допустим, раскидали по 10 монет, это получается по 100 долларов в каждую, то есть если она, ну вернее, каждая из этих монет дала по 2 икса, к примеру, да, то мы это всё умножаем на 2, у нас получается 2000, то есть от 1000 долларов, то есть каждая монетка, к примеру, там по 100 долларов, у вас стало по 200 долларов в каждой монете. И по итогу у вас вышла в сумме, то есть мы умножаем, получается 2000 долларов. Так вот, что я имею ввиду То есть можно было вкинуть, допустим, в разные альты Там в тот же, я не знаю, Dash, Zcash и так далее Ну, то есть зависит от альты еще Но если взять, к примеру, среднее значение Там монетка дала 2X, ну хорошо, 3X А, допустим, даже 3000 долларов мы получили на выходе Но, но, можно было вкинуть даже в биткоин К примеру, зашли вы даже там по 5-6 тысяч Ну, допустим, даже по 6000 То есть сейчас вы бы имели профит уже, получается, порядка Ну, то есть 6,5 иксов, практически даже 7 иксов А если вы заходили вообще по 5000 То можно было взять уже 8 иксов То есть можно было, ну, понятное дело, что никто не ожидал Ну, не то, чтобы никто не ожидал Понятное дело, что после халвинга И после того, как крупные инвестиционные фонды позаходили Цена биткоина начала расти Но никто не думал, что так стремительно мы пойдем на те же 40 тысяч Поэтому, да, я и сам не ожидал Поэтому суть в чем? Если бы, конечно, был обычный рост То, в принципе, на альте можно было Если бы обычный год без халвинга, да То, скорее всего, на альте можно было больше заработать И, в принципе, выйти в намного больший плюс Потому что обычно биткоин давал там 2, но максимум 3 икса А сейчас он дал целых 8 иксов с марта месяца Плюс у нас же еще кризис был Поэтому, и если бы просто вкинуть в биткоин, допустим, те же, к примеру Ту же, к примеру, тысячу долларов Ту же, к примеру, тысячу долларов То было бы уже 8 тысяч долларов Ну хорошо, даже если взять, что вы зашли по 10 тысяч долларов То можно было взять 4 икса И было бы уже 4 тысячи долларов То есть без всякой диверсификации А если бы вы вкинули в эфир, допустим, да Еще, к примеру, еще одну тысячу долларов То эфир у нас подрос, получается Ну, допустим, даже если вы не заходили там по 100 долларов Зашли по 200 Получилось у вас 5, ну, 6 иксов Хорошо, ну даже если возьмем 5 иксов По 1000 долларов вы его скинули 5 иксов, то есть 1000 долларов умножить на 5 Это 5000 долларов получается у нас Поэтому можно было просто вкинуть вот эти 2 монеты И, в принципе, заработать Я, конечно, жалею, что я так не сделал И в итоге я диверсифицировал Хотя я мог просто вкинуть в эти монеты И заработать намного больше Понятное дело, что, ну, обидно в какой-то степени И жалко, что можно было вкинуть Ну, то есть тупо в биток и в эфир Понятное дело, что я, конечно, большую часть кинул в них Но можно было не диверсифицировать, да Не проводить диверсификацию И, соответственно, не вкидываться в остальные альты И заработать намного больше Просто на двух топовых монетах Которые находятся, естественно, в топ-2 И, допустим, ну, к примеру, может еще в XRP вкинуть Который дал там тоже X3, X4 Хотя, если брать его там вообще по 15 копеек То это считать, что до 60 копеек он подрос Это практически 4X у нас получается Да, 4X То есть 3-4X можно было взять Ну, хорошо, даже если просто вкинуть в эфир биток То есть можно было взять Если брать биток там даже Ну, хорошо, по 6 тысяч взять 6X на битке и 5X на эфир То есть, да даже если по 100 долларов вкинуть Вот просто 100 долларов в биток 100 долларов в эфир То есть можно взять было по битку, допустим 8X это 800 долларов Или, допустим, даже если вы взяли его там по 10 тысяч Да даже пускай Ну да, по 10 тысяч То есть 4X это было бы уже 400 долларов А если делать диверсификацию, да Там в каждую монетку повкидывать по 20-30 долларов То есть выйдет сумма, ну, максимум там Ну, в 2, ну, в 3 раза больше А так можно было сделать 3-4X, 5, а то и там практически 7-8X То есть на том же битке И по эфиру та же самая ситуация То есть 5-6X можно было взять Поэтому и может быть даже в будущем будет Что он, понятное дело, будет и по 1400 долларов Может быть по 2-3 тысячи долларов Поэтому и можно было взять намного больше То есть просто вкинув в эти 2 монеты Поэтому я, конечно, жалею, что я не вкинул просто в эфир и в биток Я, ну, можно сказать Ну, не то чтобы ошибся Понятное дело, никто не мог знать Да, я заработал на тех альтах, в которые я вкинул Но я мог заработать, конечно, намного больше Просто вкинув вот эти 2 монеты Поэтому вот, в принципе, такая моя история По поводу того, как я, скажем так, немного прошляпил И, ну, не хочу материться Ну, в общем, вы поняли Немного, скажем так, мягко говоря Неправильно сделал И, в принципе, можно было просто закинуть в эти 2 монетки Поэтому не повторяйте моих ошибок И, в принципе, если, конечно, у вас депозит больше, там К примеру, там, 1000 долларов Или, там, больше сотни долларов Там, ну, не 100 долларов, там, 500 То, в принципе, можно диверсификацию какую-то сделать И, там, в каждую монетку по 100 долларов покидать Все равно ты не знаешь, какая вырастет больше, какая меньше Допустим, там, ну, к примеру, в 18-м году Какая-то, там, монета дала 2ТХ, там, или 5Х А в этом году она, там, даст, ну, допустим, в 21-м Она даст 2Х Поэтому ты никогда не знаешь, какая из монет выстрелит И для этого я и делал диверсификацию Ну, конечно, была ошибка, что я мало слишком вкинул И больше понадеялся на диверсификацию На распределение капитала по разным монетам Что, вот, в общей сумме оно больше выйдет Но, по итогу, можно было вкинуть в эти две монетки И заработать намного больше Намного, то есть, ну, я не знаю Ну, наверное, раза Раза, наверное, не то, чтобы в 2 или в 3 Даже, наверное, раз в 5 Может, даже в 10 можно было больше заработать Поэтому не повторяйте моих ошибок И, в принципе, грамотно распределяйте капитал Вот такая вот моя история Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока